Здравствуйте, туристы и милитаристы! Вот познакомил я вас с замечательной новинкой от компании Steelville, предоставленной магазином «Солдат Удачи» под названием «Сцилла». Нож действительно зацепил, нож необычен, он хищный, он ловкий. Это действительно фронт-флиппер для, да не только для начинающих, фронт-флиппер для ленивых, для тех, кто не хочет контролировать каждое движение при фронт-флиппере, чтобы не распороть себе ладонь. В общем, не о нем сейчас речь. Апостейт. В переводе это изменник, ренегат, еретик, бунтарь, который идет наперекор, которого преследуют, его хотят постоянно как-то загасить, замочить, но он при этом вот такой вот четко конкретный злой парень. Собственно говоря, неудивительно, что этому ножу дал Steelville такое имя. Апостейт 1152. Поехали. Мы видим что? Мы видим симметричную клипсу. Она очень красиво дизайново. Дизайн, кстати говоря, домашний компании Steelville. Она очень красиво дизайново дополняет вот эту вот темно-серую звукосветовлагопоглощающую титановую елдень, которая у вас торчит из кармана где-то на полтора сантиметра. И правильно, пусть торчит. Почему? Потому что нож, он очень мощный, бескомпромиссный. И по сути, вот этот вот, скажем, выпирающий кусок рукояти, он виден, но он при этом вот, например, на темных джинсах, условно темных джинсах, он полностью прячется за счет своей вот этой вот звукосветопоглощаемости. Правильно? То есть, вот мы видим кусок спейсера с отверстием для темляка. То, что клипса симметричная от Blackstone Motion, красивая клипса, она действительно, вот эти вот все углы, они повторяют углы рукояти, не повторяют, а, скажем так, дизайново им соответствует. Тоже очень классно. И с учетом того, что она у нас симметричная, мы можем предположить, я, по крайней мере, так сделаю, что она у нас двухсторонняя в режиме tip-up, кончиком кверху. Ну, сейчас мы вытащим так, чтобы здесь все не... Опаньки, видите? Ну, нет заглушек, ну нет. Ну, конечно, без заглушек. Такое ощущение, что на вас в Хэллоуин подсматривает какое-то привидение, вот эта вот рукоять, но в любом случае нет, да и ладно. Кстати говоря, с учетом того, что лично я нож этот позиционирую как карманный и диссишный тактик, как бы, какие бы улыбки это у вас не вызывало, это так оно и есть. То есть, он довольно мощный, он довольно злой, он хваткий именно под определенные задачи, то вот эта вот насечечка на бэкспейсере и то, что рукоять торчит из кармана на достаточно такую большую длину, это здорово, потому что он... Я сейчас, конечно, нелепо извлекал его из кармана, но я его пробовал извлечь из кармана именно стоя вертикально, с надетыми на себя брюками, очень-очень удобно. Левшам не повезло, левшам не повезло в этом ноже, почему? Потому что о них позаботилась компания Steelville, они сделали переставляемую под левую руку клипсу, но, конечно же, вот так выглядит гораздо брутальнее, чем вот так. Тут понимаете, вот, ну давайте так, вот это вот Арнольд Шварценеггер, а вот это Жан-Клод Ван Дамм. Вот, слегка причем напуганный, судя по состоянию глаз. То есть, на самом деле, вот этот вот мрачный, такой каменно-свинцовый титан, тоже от Стоун Вошеный, это исключительно цветовое решение для такого ножа. Очень печально, что нет версии этого ножа полностью титановый, именно вот такой вот мрачно, такой затемненный. Было бы очень круто. Так, давайте я вам скажу, кстати, сразу, я не помню сейчас, какие там варианты, черная рукоять точно есть, но можете вы себе представить, ребята, если вот этот нож будет полностью титановый и клинок будет Дарк Стоун Вош, вот тогда это будет вообще улет, просто спецназ бурятий. Поехали. Апостейт 1152 Steelville, не отказал себе в удовольствии флипануть как следует. Длина ножа 216 мм, длина клинка 94 мм, ширина клинка 28 мм, толщина 4 мм, очень даже тактично, опять же. Обработка клинка сатин, сейчас и мои пальцы. Одну секунду. Сатин очень-очень такой в ряпушку, скажем так, назовем его так. Вес 134 грамма, сталька здесь, CPM S35, VN 58, 60 единиц, по шкале Рокула заявлена твердость, рукоять G10 и титан, фрейм лок с сухарем, сухарь тоже не поленились, сделали Дарк Стоун Вош на сухаре, молодцы, молодцы. Керамический шарик и подшипник здесь стоит, на сайте sld.ru цена ножа 9 990 рублей, минус 5% с кодом ARCHODYR на весь ассортимент магазина. Вот что мы имеем, мы имеем выстреливаемый шпенек, который в разложенном состоянии упирается у нас здесь в рукояти, смотрю, у Steelville вовсю использует возможность сделать дополнительный такой упорный, скажем, штифт. Есть очень интересный дизайн, вы посмотрите, как он повторяет очертания рукояти, плавник со злой насечкой, который у нас плавник не баттон, а скорее именно триггерного свойства, то есть для того, чтобы выстрелить клинком, чуть не сказал во врага, для того, чтобы раскрыть нож, вам нужно сделать не нажимающее, а сдергивающее движение указательным пальцем, и механика ножа безупречна, то есть по сути, что мы имеем? Титан, красота, дизайн, синхронизация всех линий рукояти, клипсы, клинка, все вот эти вот моменты, переходы, то есть есть у нас один товарищ, который с удовольствием рисует, и который меня консультирует по дизайну, вот как нас, или чуть не двинул указательным пальцем, мне очень интересно будет его мнение, Шеги Ник, пожалуйста, отзовись, что ты думаешь по поводу именно дизайности этого ножа, этого клиночка, 9 990 рублей, абсолютно вменяемые деньги за такой нож, потому что про удобство я вам сейчас буквально скажу, он очень удобный, он красивый, он агрессивный, он с породистой сталью, он с отличной механикой, два безупречных способа раскрытия, хотите, можно вот таким образом раскрывать, хотите, можно вот таким образом раскрывать, и для тех, кто специально заморачивается на тему кражи режущей кромки шпеньком, как вы видите, здесь шпенек ни хрена не ворует, потому что практически под ним идет аккуратная дулечка, для того, чтобы можно было клиночек легче поточить. При необходимости, сразу говорю, вы можете поставить указательный палец вот сюда на плавник, здесь у нас насечка, а ее вот в сцилле не было, и какие-то аккуратные движения именно вот таким вот делом, то есть этот тянет на себя, этот немножко вперед, зажимается нож вот так, и начали... Не буду дальше свою фантазию включать. Фрейм встает на... Сухарик у нас встает на пятку, очень красиво, в самое начало, причем, видите, встает именно не сама рама, а только сухарик. Вообще, собран нож просто бесподобно. Что сцилла, что апостейт, действительно очень классно. И теперь я перехожу к главным плюшкам этого ножа. Он красивый, красивый, он красивый в цветовом понимании, красивый в цветовом понимании, он просто офигительный. Он охренеть какой удобный. Здесь просто рукоять чуть ли не энерообразная, причем грамотное смещение спины чуть-чуть назад и брюшка чуть-чуть вперед дает просто безупречный, абсолютно безупречный прямой строгательный хват молоточный и невероятно классный диагональный. То есть два основных хвата ножа, вот они есть. Хотите обратный, тоже удобно. Хотите отверточный, вот сюда встал указательный палец, сюда винт встал большой палец. Пожалуйста, если надо, пожалуйста. Если нужно что-то порезать, нет препятствий патриотам. Все. То есть здесь действительно рукоять, вот эти вот все, понимаете, грани как сняты с обеих сторон. Насколько выверен вот этот вот дизайн спины и дизайн брюха. Я вам говорил на обзоре сциллы, что после каджека и модуса я сделал некий выдох в отношении стил вилла, потому что были очень удачные модели, очень удачные модели. Был онраж, который мне показался, повторюсь, ну каким-то намеком на тактику и который на тестах показался просто безупречным, просто абсолютно великолепным. Но при этом все равно сердце особо не билось. То есть вот как при каджеке, как при модусе. Я просто фиксировал то, что действительно классные ножи, породистые ножи и так далее, и так далее. Сейчас, если мы берем, то есть единственное, скажем, вы сейчас сразу скажете, чем он хуже рекона. Я не знаю по поводу, там, можно раскачивать качели на тему триадлока, что это не триад, что триад наше все и так далее, и так далее. Ребят, я очень люблю свой рекон. Мне его подарила моя любимая жена. Может, даже она сейчас слышит, потому что я вошел в раж и ору здесь на всю Ивановскую. Вот, я действительно люблю свой рекон. Но этот нож, это просто квинтэссенция хватов. Это как прикольный фиксит. Он реально как прикольный фиксит. То есть вот я со всей силы сжимаю, и я понимаю, что удар на пронос, жесткое какое-то мощное строгание. Все, что угодно, все ему по плечу. Диагональный, вот вам, пожалуйста. То есть это действительно невероятно продуманный. Он красивый. Он с прикольной сталью на клинке. И он очень-очень в руку нож. То есть в этом плане... Ну, блин, ладно, Steelville не Bench. Я могу сказать, что Bench такой стоил бы раза в три, наверное, дороже. Если не больше. То есть с точки зрения именно худо-бедно Steelville, это все-таки уже тоже имя. С точки зрения материалов, механики, а самое главное эргономичности рукояти. Эргономичности всего ножа, продуманности раскрытия ножа, продуманности удержания ножа, продуманности хватов всех. Это вот, ну, грубо говоря, цена плюс качество. На мой взгляд, это один из лучших в уходящем году, в этом году ножей. Вот как есть, как говорю. Потому что он реально танцует в руках. Причем, если Steelville меня зацепила оригинальностью, именно вот как там раскрывается и так далее, то Apostate это конкретный работяга. Это конкретный работяга. Этот нож совершенно не впадло кому-нибудь посоветовать, когда говорят, вот мне нужен... Я не ножеман, мне нужен один нож. Надежный, удобный, чтобы все хорошо, чтобы хорошо резал, там, относительно не тупился и так далее, и так далее. Один из ножей, который можно смело советовать, потому что здесь все, человек не порежется, не поранится, человеку будет удобно, человеку будет интересно, ему будет красиво, ему будет залипательно. Все, класс, реально класс. Клинок, сочетание всяких разных ломаных линий с совершенно вменяемой плейновой рабочей режущей кромкой. Здесь у нас именно выход такой ромбообразный, скажем так, на фальш-лезвие. Ну, честно сказать, вот опять же, если... С точки зрения дизайна, может быть даже... Я не люблю тантоиды, но я, может быть, даже принес жертву бы некий функционал, раз уж это такой действительно суровый, такой брутальный ножара, и здесь, возможно, очень в кассу смотрелось бы танто. Но это именно, если вот зато обычная режущая кромка, скажем, классическая, она дает нам полет фантазии при работе по продуктам, при какой-то резке. Итак, Apostate 11, а, здесь 50, это значит, наверное, от цветового решения рукояти зависит последняя циферка. Это S35VN, SteelVille, красота, а самое главное, удобство. То есть, со всех сторон, как ни возьми, это очень-очень прикольный нож. Ребят, хотите, я вам скажу одну вещь? Даже если не хотите, я все равно скажу, потому что это мой канал, я пока еще не выключил камеру. Когда я эти ножи достал из коробки, мне, конечно, Scylla понравилась своим необычным дизайном. Я, конечно же, выцепил вот эти вот спинку, брюшко, взглядом сразу же взял нож в руки. Я выцепил все вот это вот удобство Apostate, когда я его достал из коробки. Но вот то, что я сейчас где-то после третьей минуты видео начал орать, как припадочный, и расхваливать нож, это потому что я действительно начал по ходу пьесы, по ходу обзора проникаться его вот этой вот кайфушностью. Я уже не буду говорить о том, что там здесь Skull Crusher, не Skull Crusher, там Backspacer, у нас Backspacer, простите. Дима Бородин, привет. С насечкой он у нас идет чуть меньше, чем от середины спины, и можно при желании там кого-нибудь долбануть или не долбануть. Нет, просто действительно в какой-то момент крутишь, 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 и думаешь, ну что-то должно же быть не так. То есть что-то же должно быть как-то вот, какая-то должна быть принесена жертва, какой-то функционал, какой-то красоте и прочее, прочее. И здесь, я говорю, единственный момент с точки зрения дизайна, это то, что если бы была, например, Tanta версия, она бы именно любителям каких-то угловых срезов, она бы очень сильно подошла бы чисто внешне. Я бы в любом случае выбрал такой вот Drop Point по той простой причине, что это более функционально. Но вот именно мои эмоции были вызваны вот этим вот непрерывным кручением ножа в руках, и я понимаю, вот как ни схвати, это действительно как хороший финский нож Fixit. Очень, очень удобно, очень удобно. Ну и глаза. Привет. Вот так это все смотрится. Нож. Просто складной танк. В любом случае, фрейм, на мой взгляд, надежнее, чем лайнер-лок. А устроить битву на тему, там, триад против фрейма, кому надо это, пожалуйста. Я не... ну вот сколько у меня практика была использования ножей. Если не брать какие-то тестовые именно нагрузки, а брать обычные, даже пускай, там, по пьяни ковырятельные, там, плакаты срывательные и так далее, работы ножами. Но ни разу мне лайнер-лок не сложился на пальцы, несмотря на то, что я всегда сам говорю, что лайнер, он силен ровно настолько, насколько он силен как лайнер. То есть, по сути, ну, дальше можете сами, сами эту фразу как угодно прочитывать. Здесь, смотрите, какая классная выемка. Он очень-очень рабочий. Повторюсь, вот этот нож запросто можно посоветовать человеку, который не в теме, как безопасный, хороший, надежный и DC-шный нож. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Увидимся. Продолжение следует...